Ой, тир-на-рай-на, тир-на-рай-на, Шо ты полумене, я тут че ты лешься. Прощай, зима, здравствуй, весна. Ароматные румяные блины, весенние песни, изобилие вкусной сытной пищи и, конечно же, масса конкурсов, игр и развлечений, тематические зоны отдыха как для взрослых, так и для детей. Это и не только создавало сказочную атмосферу. Все традиционно, вкусно и весело, и в этом главная прелесть Масленицы. Всеобщая радость и соблюдение давних традиций – вот основной повод выбраться в выходной день в парк. Наши предки давно праздновали этот праздник, привлекает это торжественность, праздник, вот это веселье. И много людей, которые собираются пообщаться и попросить прощения в это воскресенье, которое воскресенье, прощение. Поэтому люди просто приходят попраздновать на праздник. Народ не забывает своих предков, народные традиции. И вот именно где-то пообщаться, побеседовать, поговорить. Спокон веков так делали, и мы так делаем. А нравится ли вам праздник, как сегодня в этом году? Конечно, конечно. Всем здоровья! За блинами, Масленица, День прощения. Традиции – это всегда надо поддерживать. Это наши корни, скажем. Традиции – это святое. Люди встречаются здесь, отдыхают, весело, интересно. Тем более сегодня такой праздник – прощение. Настроению собравшихся полностью соответствовала насыщенная праздничная программа. Украшенные тройки лошадей, шествия сказочных персонажей, метание валенок, пивные бочки, богатырский кольцеброс, традиционные ходули. Праздник сопровождался как издавна полюбившимися забавами, так и новыми. Угоститься блинчиками везде, где только предлагают, никакого аппетита не хватит. Ароматы гуляли буквально по всей территории парка. Кроме гастрономических рекордов, брещане с удовольствием ставили физкультурные, участвовали в спортивных состязаниях и викторинах, зажигали от души под гармонь. Было очень жарко. На празднике все напоминало о том, что зимний холод постепенно уступает место весеннему теплу и настроение соответствующее. Традиционно масленица в Бресте празднуется довольно широко. Очень хорошо, что у нас уже две точки притяжения. Есть микрорайон Восток, парк воинов-интерсталистов, ответственная московская администрация, и здесь парк 1 мая. И хорошо, что по количеству людей, по участникам примерно паритетно. Я посмотрел в целом организацию торговли, культурная программа. Думаю, замечательно. Неплохо, неплохо. Конечно, погода немножечко нам не способствовала, особенно с утра. Но очень приятный момент, что уже к масленице наши коммунальные предприятия подарили парку 1 мая свои малые архитектурные формы, которые, опять же, наполняют парк какой-то особой колоритом, особой атмосферой. Впереди много праздников в этом году. Надо хорошо работать, чтобы хорошо отмечать, хорошо праздновать. И думаю, что организация должна постоянно совершенствоваться. Потому что мы идем к большим юбилеям, мы идем к дню города, и нам очень важно определить те реперные точки, которые дадут ответный результат, чтобы люди были довольны, чтобы люди были счастливы, чтобы люди могли отдохнуть перед рабочими буднями. Весело, задорно, изобильно и, как всегда, с брестским размахом. Праздник светлой масленицы город над Дугом отпраздновал на самом высоком уровне. Проводы зимы 2017-го бесспорно пополнили копилку ярких событий в жизни нашего города. Для кого-то это традиционное шествие символизирует долгожданный конец зимы, а для кого-то начало Великого Поста, который продлится до Пасхи.